Трумка, друзья! Сегодня мы посмотрим матч, который прошел в рамках турнира DreamHack Open Final с призовым фондом 130 тысяч долларов. Снизу слева стартует украинский игрок Foggy, сверху справа стартует корейский игрок за ночных эльфов Remind. В былые времена очень сильный ночной эльф и сейчас сильный, но имеется в виду, что пик его славы и популярности был в золотую эпоху Варкрафта, где он был один из сильнейших игроков за эту расу в истории дисциплины планеты и у него очень много выигранных призовых. Ну и при этом он в последнее время также прохитивался в 3-й Варкрафт, пытался вернуть былую форму, что позволило ему приехать на турнир и, собственно, показать здесь то, что есть еще порох в пороховнице. Да, зеркало ночных эльфов, но зеркало ночных эльфов регулярно бывает интересным зрелищем, в первую очередь, потому что здесь есть все-таки разнообразие с выбором героев, потому что здесь все зависит от того, чем конкретно хочет играть игрок. Некоторые игроки любят начинать через Демон Хантера, и поэтому Фоги начинает через этого, безусловно, стабильного и очень хорошего персонажа. И Демон Хантер, в свою очередь, по традиционной системе эльфийской версии камень-ножницы-бумага, он очень хорошо справляется с Хранителем Рощи, но, с другой стороны, очень сильно страдает от Жрица Луны. И в итоге, как бы, тут такая, знаете, игра в угадайку. Если ты берешь Демона, ты страдаешь от Жрицы, но побеждаешь Кипера. Если ты берешь Кипера, ты побеждаешь Жрицу, но страдаешь от Демона. Если ты берешь Жрицу, ты побеждаешь Демона, но страдаешь от Кипера. И это, конечно, позволяет время от времени игрокам создавать уникальные ситуации и принимать уникальные решения. Фоги решил начать через Охотника на Демонов и крепит спокойную такую зеленую точку. С другой стороны, его оппонент Ремайн взял Кипера, поэтому с точки зрения теории, это очень хорошее начало именно конкретно для Фоги, потому что, ну, я уже все объяснил, да, по которому кругу объяснять не надо. Кипер очень сильно зависим от маны, в то время как Демон Хантер ману выжигает, то есть все предельно логично. При этом, что очень забавно, Ремайн поставил алтарь снизу, то есть как будто хотел нижнюю точку крипить, но в итоге решил сыграть безопасно и пошел наверх. Но при этом он пользуется тем, что Кипер немного быстрее в плане развития, в том плане, что у него есть энты, и он сразу же отправился на следующую точку для того, чтобы начать крипить здесь, ему выпадает венец Богородства, так же, как и Демон. Но Эльф уже, Кипер почти уже докрипил, в то время как Демон немного отстает, хотя стоит отметить, что он достаточно неплох в этом плане, то есть тоже не особо сильно отстает. Т-2 нажал, в свою очередь, Фогги, Ремайн не спешит с этим, он ставит охотничий зал. Неужели он хочет в охотниц на Т-1 сыграть? Неужели это какой-то пуш планируется или что-то в таком духе? Фогги снизу подходит своими ученицами, и это удачное очень начало, потому что он таким образом спалил Кипера, но с другой стороны, так как Кипер 2 уровня, у него уже есть корни, и это позволяет забрать одного юнита. Даже висп просто так погиб, получается. Можно было подправить еще виспа, чтобы сжечь энтиков, но это уже 2 виспа на 2 энтиков, это не особо хороший размер, а сверху этого еще и Т-2 делается, то есть новых виспов не заказать. В теории сражаются под колодцами, поэтому особого смысла использовать корни нет. Демон выпал в плащ теней, учитывая, что он не может прятаться, то, наверное, это неплохой дроп может быть в типу какой-то уникальной ситуации, скажем так. А хранитель рощи получился достаточно крепкий, у него плюс 5 сил и, соответственно, много дополнительного здоровья. Т-2 нажал, рассказывает охотниц и делает ночное зрение для того, чтобы лучше все видеть ночью, потому что сейчас ночь, поэтому тайминг удачный, скажем так. Формируется бункер эльфийский, да, то есть такая стеночка, да, отменили один колодец, но новые строятся. В идеале, конечно, Трево Войны хочется сюда перекопать, демон в это время преследует кипера, лучницы просто не могут покидать особо базу, потому что они погибнут от корней, поэтому Фоги не хочет рисковать юнитами, в то время как там копятся охотницы. Ну а время выигрывает себе спокойно Фоги, гоняясь за оппонентом, он не позволяет ему реализовать кипера, не позволяет ему забирать юнитов, не позволяет ему крепиться, выжигает ему ману, при этом еще и сапоги купил. Короче, у Фоги прекрасная идея для теоретической... теоретически у него отличное начало игры. Ну, в принципе, мы увидим, почему Демон Хантер, опять же, традиционно хорошо справляется с кипером. Посмотрите на козлика, бедный козлик, просто ничего не может как персонаж, прямо сейчас, по крайней мере. Т2 уже скоро будет, лучницы стоят дома, дом охотников несколько поздновато, потому что Т2 уже есть, у дом охотников еще не сделаны, и, соответственно, нельзя будет ставить прямо сейчас Древо Мудрости, нужно будет немного подождать. Аж пять учениц, Древо Войны выкапывает для того, чтобы перекопать. Т2 также сделал, ну и в итоге на постах телепорта вернулся обратно. Демон, знаешь, тут идет преследование такое своеобразное. Ну и пока что домашнего второго героя никто не заказывает, то есть если и будут заказывать героя, то это, скорее всего, из алтаря. То есть, получается, да, Древо Мудрость ставится как раз против Охотниц будет хорошо. То есть, получается, уже скоро будут брать героя. Правда, золото нужно поднакопить, да, 200 это недостаточно, нужно 435 золотых монет. Нет, 425, 425 золотых монет вроде. Ну, в целом, в любом случае, Хранителя Рощи, как персонажа ранней агрессии, был не реализован. Ставится два Трево Мудрости и сразу же Т3, в то время как Фоги сидит на Т2 больше. То есть, у Ремайнда будут ранние медведи. Без Дриад, судя по всему даже. Если будет Дриад, то очень мало, чисто на эти как замедление и контроль, не более того. В итоге вырвался из когтей оппонента, прямо сейчас Ремайнд. Он может спокойно здесь как-то покрипится. Ого, демон добил крипчика, неприятно. В принципе, надо быть поаккуратней. Там ученицы подходят, маны на корни нет, поэтому можно уже и выйти, и дать бой охотницам. Они страдают от учениц, получают очень много урона от них. Магазин скоро достроится, все еще не нажал Т2. Т3, то есть. Все еще сидит только в Т2, а не нажал Т3. Это гениальная идея. Потому что это все меняет. Традиционно, скорее всего, Ремайнд должен был взять охотника на демонов вторым героем. Но, так как он был бы вторым героем, у него было бы меньше опыта, чем у первого героя. Фоги, и, соответственно, его Демон Хантер всегда был бы хуже. И он отставал бы. И вероятность его победы была бы ниже, чем вероятность победы оппонента. И в итоге он решил сыграть по-другому. Он видит, что у него есть венец благородства и перчатки силы. Это уже плюс 5 по урону для силовика. И в итоге он взял Питворда, который будет кричать на всех, снижать урон медведям, если там будут медведи. Если это будет, опять же, стенка медведей, или триад, или вообще чего угодно, то кливом можно будет все разрубать. Огромное количество урона наносит этот персонаж. Он действительно могуч, он действительно силен. И мы много раз видели, что при должной внутриигровой ситуации, это буквально сильнейший персонаж в игре, который наносит больше всего урона. Поэтому это очень оригинальное, очень необычное решение от Ремайнда, адаптация конкретной ситуации, за которую очень интересно будет наблюдать. Потому что если этот персонаж раскачается, будет больно. Там, тем временем, Кипер вторым героем заказывается. И это тоже какая-то странная идея. Видимо, идея в том, чтобы цеплять оппонента корнями, забирать у него юнитов, энтов. Может быть, вызывать... Может быть, опять же, идея в стенке медведей, потому что он видит, что там есть Т3, что там будут медведи. И он может качать Кипера через Ауру. Аура Кипера возвращает часть урона, полученную в лишнем бою оппоненту. И, соответственно, из-за этого медведи будут сильнее. Но насколько это хорошо против Пита, Питворда, у которого, собственно, Клифф не будет возвращаться весь. Посмотрим. Крустальный шар выпадает, но это удача. Друнные наручи выпали. Так, сия дроп на продажу. Вообще, абсолютно, иным. Светокоселение покупает. Т3 делает, пытается постепенно выходить тот же в медведей. Но несколько поздно на фоне своего оппонента. А там Китворд тем временем качается до третьего уровня. Сапоги. Камень здоровья. Вполне себе неплохой дроп. Поглядим, как оно будет. Очень аккуратно играют ребята. Много очень адаптаций. И, в принципе, удивляться нечему. Потому что все-таки 130 тысяч долларов очень сильно мотивирует играть хорошо. И аккуратно при этом, не рисковать. Это первая карта финала группового этапа. Победитель проходит в плей-офф в топ-8 турнира. Проигравший падает в нижнюю сетку. И будет сложаться в финале нижней сетки за право выйти в плей-офф. Китворд второго уровня. Да, это Корни плюс Аура. Как раз самая стандартная комбинация, когда у тебя он вторым героем. Корни для того, чтобы цеплять оппонента. Аура для того, чтобы медведи у себя комфортнее. Красную точку пытается закрепить. Китворд уже третьего уровня. Очень солидный у него набор предметов. Под Рыком, кстати, он тоже будет наносить больше урона. Забыл это упомянуть. Там выпадает идеальный просто дроп. Но, подожди. А, Фоги! Сворует! Нет, решу не воровать. Да, там Корни. Вряд ли он бы это сделал. Древняя Чангу выносливости. Увеличение скорости атаки и скорости передвижения на 7%. Ой-ой-ой. Фоги атаковал Огромага. Из-за этого был замедлен. Но из-за того, что маны нет у Кипера. Нельзя бы его вот чем-то цепануть. Книгу не берем. Криппинг. Кипер хочет взять третий уровень. Вторая Аура или вторые Корни. Обе будут способности очень полезны. Да, конечно, плохо, что не выпадают когти. Явно, что ремайнд атак себе дроп. То есть, аура, конечно, хорошая. Но все остальное, там, талисман у ворота. Еще какая-то шляпа. Очень много лишнего. Когтей нет. Аура вампиризма. Выкупил ауру вампиризма. Это еще будет комбинироваться вместе с его аурой хранителя рощи. В теории на ауру может приучиться также ремайнд своим основным героям. И серия почему бы и нет. Еще свиток исцеления. Аура вампиризма. Неплохо. Медведи будут останавливать здоровье. Поглядим, как она будет. Ну и скоро уже ведет генеральное сражение, скорее всего. В крайней мере, должно. Предположительно. Став есть, если что. Свиток исцеления один есть. Неуязвимость, жезвы иллюзии можно использовать. Там триад не то, чтобы много, чтобы рассеять. Все, красная точка есть. Но крипджекать можно. Видя, что враг подходит, поэтому не будет начинать крипиться. Хочет занять позицию справа. Битва трех воинств прям. Нитравы не понимают, что они пришли. А нет, нитравы спят, они ничего не думают. Значит, крепкий у них сон, что я могу сказать. 62 на 58 по лимиту. Чуть-чуть сильнее ремайнд. Пытается сзади зайти ремайнд, дать бой. Прогресс проход. Ряды есть, поэтому корни можно снять. Поэтому это не самая полезная способность. На ауру так и не переучился, собственно, ремайнд. Очень боятся инициировать сражение, потому что никто не уверен, кто выиграет. Танцы самые настоящие. Сразу же омоложение, что-то если вы уносили урон, но сняли. Много здоровья теряют. Сытки исцеления есть. При этом один свиток исцеления можно передать киперу, чтобы не было перезарядки. Подошло древо войны. Позиция хорошая для фоги. Потому что древо войны будет атаковать часть урона. Весь путь будет дать им пойти и рык. Снять омоложение с ухода. Не успевать трассею. Нет, трассею все-таки. В итоге древо войны падает. Гидорду нужно атаковать толпу медведей. Рык, для того, чтобы уменьшить урон. Корни моментально. Он не может атаковать просто. Сняли наконец-то. Пытается. Трансформация, омоложение. Кипер начинает атаковать. Чайпип начинает атаковать толпу. Боже, как много урона заходит от молодого. Как много урона. Дальше идет битва. Медведи пытаются отойти. Питворд получает очень много урона. Нужно не уязвилось. Пытается атаковать медведи. Медведи сыпется. Сытки исцеления прожали. Как раз то, что очень важное было для фоги. Сытки исцеления больше нет. Питворда заканчивается неуязвимость. Он пытается атаковать дальше. Демон страдает. Став. Нет. Камень здоровья прожал. Пытается атаковать. Став медведей. Дальше проходит. Юнит в сокол не остается у фоги. У него все очень сложно. Здесь все очень тяжело. Демонхантер. Нажимаете уязвимость. Медведи также сыпятся. Телепорт жмет фоги для того, чтобы отойти. Фоги теряет свою армию. Питворд сработал, ребята. На 7 миллиард процентов питворд сработал. Все, что могло пойти так. С точки зрения строительства и выбора героя пошло так. Он был реализован в этом файте на миллиард процентов. Корейский ночной эльф захватывает преимущество. Но будет этого достаточно для победы или нет, уже скоро узнаем. Все играют с одной базы. Медведи продолжают заказываться. Свитки исцеления желательно перекупать. Может быть, неуязвимость купить питворду. Красная точка сверху так и не была убита. Свиток исцеления покупает питворд без неуязвимости. Важный момент. Древо войны. Всю карту прошу. Отправляется в бой. Сфера яда есть у демона. То, что он, конечно, всего лишь третьего уровня. Это такое себе. Хотелось бы, чтобы он был где-то четвертого. Чтобы файт прошел он уже пятым был. А где пятый, там и шестой. Ну, вы понимаете, да? Ну, что? Опять больше именно ремайнда. Но флоги дома под колодцами еще и ночь. Поэтому колодцы восстанавливаются. И колодцы прокачаны. Еще и виспы есть, которые могут снять рик. Ману пытаются зайти. Заходят нубер. Все, еще расселиваются маны. Просто нет. Пытаются дать ничего один бой. Питворд, если нет, атаковать, подходит просто в толпу. Все, огонь. Тык, тык, тык. Всех убить. Виспы сзади сжигают всю ману. Просто нет эндов. Нет маны. Ни у кого. Абсолютно. Медведи рычать не могут. Амоложения никакого нет. Филигранная игра. Виспами от, в принципе, ночного эльфа. Страдает здесь демон. Он у него мало здоровья. На колодце рядом с этих телепортов прожимает. Питворд пытается отойти. Он выживает. И в итоге отходит ремайн. Все-таки очень крутая игра. Виспами от Фоги зарешала. Плюс колодца. И это камбэк. Но, с другой стороны, по лимиту все еще значительно сильнее ремайн. И в чистом поле он должен выигрывать. Но худшее позади. Потому что здесь Фоги мог просто проиграть. И тут могла закончиться катка. Сколько золота в мейне? Еще много. Еще где-то 6 минут можно будет спокойно добывать. Даже больше. 6,5. Да, можно тут забрать. Можно четвертый уровень с ним героем поднять. Взяли дирижабль. Для того, чтобы можно было в бою как-то микрить. Ну и плюс еще можно пойти в размен. Как-то колодца убить. Телепорт есть ли у товарища? Нет, нет телепорта. Он отправляется просто на вражескую базу. Берет с собой светлячков, висков. Немного так покрипится. Потому что это дал четвертый уровень киперу. Ну и дроп сейчас будет. Можно мейн пронести. А там телепорта нет? Это будет размен базами. Это будет размен базами. И так как раньше начал атаковать Фогги, то в этом плане он сильнее. Пытается тоже пробить мейн. Богословения природы нет. Потерял базу. Ремайн. У Фогги есть телепорт. Будет ли он лететь домой? Ряда там погибло. Не все медведи могут подойти. Нет, Фогги тупо разменивается базой. Четвертый уровень у него героев. Треба мудрости. Треба вечности уничтожены. Пауты также падают. Кто быстрее будет? Кто будет быстрее? Медведи, как вы видите, по трекам очень быстро все уничтожают. 1-1 против 1-2. По грейдам. Здания все падают. Фогги отступают своим виспамерам. В теории может начать что-то делать. Он даже древо жизни где-то может построить. Ну и в итоге, как мы видим, в целом, из-за того, что у Ремайнда больше лимит, он быстрее уничтожает базу. Но, Фогги ставят базу новую снизу справа. В то время как у Ремайнда нет на это бабок. А если у него виспы? Где-то у него виспы есть определенно. Вот есть один висп. Но у него нет ресурсов на древо жизни. А у Фогги есть. Видит он, что там, скорее всего, да? Да, он видел, что там строится древо жизни, поэтому он отправляется туда. Заказывает у древо войны. И в итоге, Фогги чисто за счет размена выигрывает. Стратегия. Варкрафт это не только про микроконтроль. Да не только про то, как ты размекришь юнитами. Это и о том, как ты будешь передвигаться по карте. И какие решения ты будешь принимать. В итоге, Фогги чисто за счет размена баз. В ситуации, когда он не мог выиграть прямое сражение. Выиграл игру. Шок-контент, как говорится. Ну и это круто. Потому что необычно. Фогги прошел в плей-офф. Ремайн упал в нижнюю сетку. Спасибо большое, что были со мной, друзья. Всем до встречи и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok